Всем здарова дорогие друзья, с вами Драгин и сегодня наконец-таки совершился тот день, когда я зашел на новый проект И он называется, ну, я думаю многие уже, кто подписан на телеграм-канал, они знают Это SmartRP, ну а кто-то может просто догадался, что вот тут внизу надо мной находится Smart Roleplay Это, в общем-то, ребят, относительно новый проект, 8-го даже октября будет первое обновление, мы с вами его посмотрим обязательно И, собственно говоря, ребят, многим, наверное, интересно, да, кстати, всем приятного аппетита, кто кушает и приятного просмотра А также мы сегодня с как раз-таки вебочкой, вот, и, собственно говоря, я рад вас всех видеть, в общем-то, вот так вот И хочу сразу сказать, многим, наверное, интересно вообще, почему именно SmartRP, почему я не вернулся на то же самое Барвиху, почему я не вернулся на то же самое Black Rush И почему я не играю в Hustle, хотя я говорил, что я буду играть В общем-то, ребят, все очень и очень максимально просто Во-первых, почему я не стал играть на Барвихе, на Black Rush В принципе, все очень максимально просто Я даже, наверное, не стал где-то там продолжать играть на той же Black Rush, хотя она же очень популярна, там много функций Или не стал продолжать на Барвихе Ведь там все-таки горячие воспоминания, там много контента было, веселья Это вот безумное, незабываемое ощущение Ну, а, ребят, в принципе, я вам легко это скажу, потому что, ну, мне надоело Мне надоело, там ничего интересного нету, я, в принципе, все знаю, я поиграл Мне не интересно SmartRP же это удивительный проект, как, ну, лично для меня Потому что тут много шикарных функций, которые нету на других проектах То же самое, например, экск... там, по-моему, что-то валялось То же самое, например, эксклюзив это то, что... Черт возьми, тут есть водители трамвая И, собственно говоря, даже на Хасле нету этого На Адмирчике, хотя он намного популярнее Вот, да, кстати, почему я не играю на Хасле? На Хасле я не играю, потому что там оптимизация для андроида просто говняная И играть вообще нереально Поэтому я жду оптимизацию на Хасл Ну, а там уже посмотрим Да И, собственно говоря, ребят В будущем еще добавят то, что я люблю Я думаю, поклонники, вот старые, это старосты нашего, моего канала То есть, вот, там, не знаю Они знают то, что я лекаюсь поездами И, соответственно, исходя из моих речей, горячо любимых Можно сделать вывод, то, что добавят в этот проект как раз-таки RGD Да, ребят, это будет второе обновление, крупное получается Где добавят RGD Не знаю, когда оно выйдет, конечно Оно должно выйти сто процентов В других проектах RGD нету Вот, вообще И, собственно говоря, они, получается, разрабы SmartRP, они будут первые, кто сделал, получается, RGD Да, и, в принципе, они первые из тех, кто сделал, получается, трамвай Потому что ни на каком, даже на ПК-проекте Ну, вот, взять тот же самый Радмир Я не видел, чтобы были, черт возьми, трамваи Но здесь они есть И самое интересное, это то, что тут присутствует карта, которой, ну, которой нету нигде То бишь, это тоже, на самом деле, очень-таки прикольно Сразу же тут, в принципе, присутствует вид от первого лица Да, конечно, интерьер убогий Но, в принципе, разрабы сказали то, что пока что, ну, типа, это не их основной, получается, интерес, скажем так Но, тем не менее, они будут проработаны в будущих обновлениях Так, мы, ребят, приехали в автосервис В какой автосервис? Я, ребят, волнуюсь, потому что я хочу очень, чтобы вам зашло это видео Потому что, если вам это зайдет, это будет очень прекрасно для меня и для вас Да, хочу сразу вам показать, это то, что у меня никнейм Саша Драгин То есть, вы сейчас видите его Ну, это единственный аккаунт на первом сервере Да, играю на первом сервере Так что, присоединяйтесь ко мне И, соответственно, больше я ничего такого не имею Вот, поэтому обязательно присоединяйтесь Ну, а мы, ребят, давайте посмотрим на машины, которые сейчас есть Да, в первой обнове, кстати, их добавят кучу машин Вот, поэтому, да, мой пальчик мешает Короче, в общем Функции, сразу говорю, дохрена Машин, в принципе, будет тоже нормально Есть задник за 44 тысячи Мы можем его покрасить В принципе, знаете, автосалон напоминает чем-то старую Black Rush Потому что, когда старая Black Rush, примерно у них точно то же самое раньше было Вот Так, у нас есть Москвич 412 Кстати, по-моему, он популярный Да, он, ребят, популярный на самом деле Я много людей вижу, кто на нем катается Стоит он 47 тысяч Есть копеечка за 50 тысяч Есть двойка за 56 тысяч Есть шестерка за 70 тысяч Да, кстати, мы сразу можем, получается, здесь посмотреть такие характеристики То есть, у нас здесь от 0 до 100 За 17,5 секунд разгоняется Тип бензина 92 Максимальная 150 с привод сзади Также у нас есть АК Семерочка ГАЗ-24 В принципе, прикольная машина 99-я Форд Сиера За 115 тысяч У меня, кстати, она как раз-таки есть Но я ее продам Так, господи, что у меня тут приходят обновления разные Черт возьми А, пятнашка есть За 170 А, за 158 тысяч В принципе, едет как Сиера Но разгоняется чуть-чуть помедленнее На 2 секунды Вот Потом есть УАЗик за 210 тысяч Максималка немного меньше Есть также у нас Это что? Это получается Шевроле Блайзер 250 тысяч рублей Стоит На самом деле, очень интересная машинка Если ее покрасить в черный Но тут световая палитра, конечно же Такая себе Надеюсь Ну, в тюнинге она вроде должна прикольно быть А максимальная скорость 180 километров в час И мне сам Демастик Загородил На 95-ку, кстати Полный привод, если что-то Ну и заканчивает эконом-класс У нас Фольк, слагин, гольф, гольф, джитя и в 3 Стоит, ну, кстати 337 тысяч За такое То есть он разгоняется от 0 до 100 Да как Пятнаха Но едет намного медленнее Из среднего класса Вот у нас есть Приорик У нас есть Ауди 80 У нас есть Рено Меган У нас есть Что это? Е34 Если честно Что-то такие себе бампера Есть Лупаты 220 Есть Вольксваген Поло Хорошая машина Лям 100 Стоит Данный аппарат Есть Е38 За лям 145 Это трындец Есть Волчок Кабан Кабан Кабанчик За лям 235 Цен, конечно, пипец Тойота Камри В 40-ом кузове Есть Субурбан Субурбанчик тоже, на самом деле, прикольный Но он, что-то, короче, за свои деньги Что-то такое себе Через задний привод Есть 220 Кстати, ничего такое выглядит А в черный его закрасить И, в принципе, будет четенький На дизеле За 7 секунд до сотки 250 км Ну, кстати, вот это уже достоин Я скажу так У нас есть Субурбанчик Кузовик За лям 841 Есть Кода Окчавия Камби Камби Ну, это универсал Я так понял За 2 ляма Кстати, неплохо Неплохо Есть Е60 М5 За 2 476 Едет 250 И разгон до сотки 4.7 Ну, достойно, на самом деле Также есть Ауди ТТ Это неинтересно Есть М2 Компетишн За 2 Ну, практически 3 миллиона Кстати, нет Это не М2 Компетишн За просто М2 Ну, такое Спорное Вопрос, на самом деле Привод полный 250 4.4 До сотки Нормально Это, кстати, конец Среднего класса Есть Премиум Класс У нас тут X5 Есть У нас есть Dodge Ram Кстати, неплохая машина У нас есть Ford Mustang GT У нас есть, получается Grand Cherokee SRT Тоже выглядит Бомбезно Есть Dodge Charger SRT Hellcat Тоже Прекрасная машина Но она стоит 5.3 Миллиона Ну, это Триндец Согласитесь Со мной Есть Tesla Model S Я обожаю Tesla, на самом деле Мне они Очень нравятся Я ни разу Не владел Ни на каком Проекте Теслами Вот Интересно Было бы, конечно же Опробовать 250 3.3 До сотки 250 В принципе Максималка Volvo XA 90 В принципе В каждом По моему Проекте Она есть Стоит Правда Она Достаточно Дорого 6.6 100 Ну, такое На самом деле Есть E63 В 212 Кузове 6.186 Есть Cadillac Escalade Но это Неинтересно Есть Audi RS7 Sportage Ой, Sportback В принципе Тоже Хорошая машина Интересная На самом деле Своим видом Очень прекрасная Я так понимаю Максималка У всех 250 Что ли Или что Тесла Model X Тоже Прикольная Охерительная машина 3.3 Разгон Кстати, почему Почему она едет Так же как S Разве в реальности Это так? Я ХЗ Напишите в комментариях Кто разбирается I8 Ну, прикольная Но Неинтересная Есть X6 M7 176 Тысяча Триндец Вот Согласитесь Со мной Я в принципе Согласен Lexus Неинтересен Есть Porsche Panamera Есть M5 F90 За 8 Миллионов Миллионов Едет Как Tesla Кстати Да Такое Смысл покупать Хороший вопрос Дороговато M5 F90 Новая Ну, это получается Рестайлинговая Рестайлинговая Тоже точно так же В принципе Едет Типа Я не понимаю Я понимаю Были бы Характеристики разные Вот тут Вы исправили Собственно говоря Вот эти характеристики Потому что Так, я себя Немного перемещу Потому что Блин Покупать Ты Несколько раз Дороже машину Которая едет Точно так же Как ты можешь Купить дешевле Ну, смысл Я этого не вижу Поэтому я хочу Чтобы И очень хотелось бы Чтобы разработчики Переделали это Этот нюанс Также у нас есть GT63S Вот Уже 300 километров Едет И разгон 3.2 За 15 миллионов Прикиньте Ну, это триндец Есть 65 гелик Тоже хотел бы Повладеть им Стоит он Правда 15 тысяч Миллионов Миллионов Также есть Новый гелик 63 Который Стоит 20 миллионов Ну, триндец Хотя он еще Медленнее Чем 65 Есть SL65 Прекраснейший Аппарат Котно Мне очень Симпатизирует И я хотел бы Когда-нибудь Его купить Стоит он Вроде 20 миллионов Да Да, он 20 миллионов Стоит Едет практически 300 километров Разгон до Сотки 3.5 В принципе Для такого Для такой машины Относительно Ну, она не новая Вообще Это топово Есть также SLS Ну, хрен знает Спорный на самом деле Вид Ну, такой На любителя 301 километр в час едет 22 ляма стоит Также у нас Идут Донатные машины Это BMW 750 Light X-Drive За 1099 Рублей Также у нас Есть Maybach За 2 399 И Собственно Из этого Все Ну, я хрен знает Maybach В принципе Можно купить У других игроков Интересно Сколько они Конечно Продают Также у нас Есть редкие Машины Это Например BMW 850 Со Спорной Внешкой Ну, вроде Но, честно Она такая Ну, на любителя Не каждому Понравится Кулик Есть За 23 Миллиона В принципе Неплохая машина Есть Также Rolls-Royce Hunter За 40 Миллионов Триндец Могу Так Также Есть За Донат Cadillac Free Нет Fleet Wood Brokeham Жесткое Название Скажу вам Так За 119 Рублей В принципе Это Относительно Дешево И Их Я вижу Намного Чаще На Проекте Возможно Поэтому Есть Кибер Трак Кибер Трак Я бы Купил На самом Деле Вот Есть Audi 8 Ну Хз На самом Деле Есть Lamborghini Huracan Тоже Хз За Донат Я бы Ее Никогда Не Стал Брать Ford GT Тоже Не Стал Бо Его Брать За Донат В Принципе Dodge Charger Ну Хз На самом Деле Есть Mercedes Вот Vision 6 30 Тысяч Я Не Знаю Какой Идиот Задавить Сюда 30 Тысяч Чтобы Купить Vision 6 Хз Также Есть Bugatti За 49 Тысяч Рублей Но Я Так Понимаю Это 49 Тысяч Рублей Напишите В Комментариях Я Не Разбираюсь В Принципе Можно Кстати За Ты Сразу Например Bugatti Ух ты Нифига Себе Она Она Мощь Да Кстати Тест Драйв У Нас Бесплатный Что Радует Но Единственное Время Ограничено Нифига Она Рвет Правда Капец Ребят Нифига Себе Я Походу Пока Нифига Нет Это Жестко Охренеть Офигеть Она Она Просто Она Валит В принципе Это Bugatti Она Должна Достоин Ой Ребят Мы Походу По Роль Весь Ролик Чисто Посмотрели На То Какие Машины Есть И То Что Есть Много Функций Также Ребят Интересно То Что Все Получается Осуществляется Через Планшет Через Телефон То Есть В основном Таковых М Н Там Не знаю Л К Нет Этих Получается Команды Тут Ну Их Очень Мало Очень Очень Мало Все Осуществляется Через Планшет Или Через Телефон То Телефон Мы Достаем Вот Так Вот У Нас Есть Время 1456 Есть Механика Можем Вызвать Полицию Скорую Вага Роката Акси ГИБДД Также Есть Контакты Которые Мы Можем Сохранять А Также У нас Есть Планшет У нас Есть Навигатор Инвентарь Взаимодействие Управление ТС Который Я могу Управить Своей Машиной Донат Настройка Залючата Есть Планшет Где Мы Можем Посмотреть Статистику Мы Прекрасно Согласитесь Согласитесь Есть Также Навигатор Вот Сюда Хоп Заводишь Не Надо Писать GPS Работа Ребят Работа До самом Дель Дохрена И Добавится Еще В первом Внове Еще Одна Работа У нас Есть Кадровое Агентство Панкетный Зал Работа Трейдером Водитель Такси Эвакуатор Водитель Трамвая Самая Офигительная Работа Работа ВСТО Работа Водителем Автобуса Работа Водителем Автобуса Еще Одна Работа Ассенитизатора Есть Переводчик Есть Работа Дальнобойщика Работа Мусорщика Работа Лисоруба Собственно Говоря Ребят Куча Всего Интересного Есть Даже Контейнер На который Я хочу Когда Нибудь Съезд Вот Возможно Кстати В следующем Видосе И будет Я Ребят Думаю Для начала В принципе Я наверное Много Сказал Хотя Хрен Знает Но Могу Сказать Одно Кто Хочет Со мной Поиграть Переходите Собственно Говоря По ссылочке В описании Извиняюсь Мне что-то Попало В глаз О Переходите По ссылочке В описании И Собственно Говоря Устанавливайте Лаунчер И Собственно Говоря Играйте Вместе Со мной На первом Сервере Родник В принципе Я Вы знаете Собственно Говоря Возможно Вы даже Попадете В ролик Если Попадетесь Мне Конечно По пути Ну а На этом Я думаю Все Ставьте Лайк Подписывайтесь На канал Те Кто До сих пор Это Не Сделаю Пишите Крутые Комментарии Тех Всегда Лайка Ну а На этом Все Всем Удачи И Всем Пока